МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Джеймс Бонд, Максим Максим Ичесаев, Джейсон Борн. Кто не знает этих знаменитых шпионов? Но это всё киногерои. В реальности разведчик должен оставаться в тени. Только тогда его можно считать идеальным. Именно таким был Дмитрий Поляков, генерал ГРУ. Как утверждают профессионалы, за четверть века он принёс советской разведке больше вреда, чем сотни других шпионов. Поляков продержался в рядах отечественных спецслужб почти 25 лет. Чем объяснить его поистине сверхъестественную живучесть? Конец 80-х. Перестройка. Военная коллегия Верховного суда СССР рассматривает беспрецедентное дело. На скамье подсудимых генерал-майор Главного разведывательного управления Дмитрий Поляков. Ему предъявлено самое тяжкое обвинение – измена Родине. Уникальность его казуса состоит в том, что он проработал как никто из его коллег-изменников долго нашего противника на Соединённые Штаты – это 25 лет. За эти годы шпион передал американцам сотни чертежей с секретными разработками. открыл планы стратегических операций, не говоря уже о рассекреченных агентах. Их провал дорого стоил нашей разведке. Убыток, который он принёс Советскому Союзу, исчисляется десятками миллионов долларов. За шпионаж и измену Родине 27 ноября 1987 года Дмитрий Фёдорович Поляков приговорён к высшей мере наказания – расстрелу. Полякова Дмитрия Фёдоровича признать виновным в измене Родине в форме шпионажа. Но как этот заслуженный во всех отношениях человек мог оказаться предателем? И почему в его измену долгое время никто не мог поверить? Это феноменальная история по своей сути, потому что Дмитрий Поляков – это заслуженный офицер, фронтовик, кавалер нескольких боевых орденов. И вдруг такая метаморфоза. После окончания школы Дмитрий Поляков поступил в Киевское артиллерийское училище. Великую Отечественную войну он встретил командиром взвода. Воевал Поляков на Западном и Карельском фронтах. Был командиром батареи. А в 1943 году был назначен офицером артиллерийской разведки. Получил на грудь не слабенький ордена Красной Звезды Отечественной войны. Он фронтовик. Перспективного офицера тут же приняли на службу в Главное разведывательное управление. Карьера человека, в общем-то, развивалась, можно сказать, обречетяще. 30 лет подполковник, 39 лет полковник, 40 лет пребывает во вторую командировку в Соединенные Штаты Америки. Карьера полковника Дмитрия Полякова идет в гору. И в семье долгожданная радость. Родился сын. Но счастье оказалось недолгим. Ребенок заболел. Нужна была срочная и очень сложная операция. Одну операцию сделали. На вторую денег у резидентуры не было. Запросили в центр. Там отказали. И через некоторое время ребенок умер. Историки спецслужб рассказывают, что еще до назначения в США и личной семейной трагедии офицер Поляков уже искал выход на определенные западные структуры. Когда он получил первое назначение в Западную Германию, он уже тогда пытался найти контактер. То есть контакт с западными спецслужбами. Просто ему не поверили вначале. Ноябрь 1961 года. Нью-Йорк. Дмитрий Поляков идет по Бродвею. Русский офицер-разведчик праздно рассматривает витрины магазинов, афиша знаменитых бродвейских мюзиклов, замысловатое здание Линкольн-центра, напоминающее палубу гигантского корабля. Со стороны кажется, что мужчина просто вышел на прогулку теплым осенним днем. Однако через какое-то время к нему подходит незнакомец, что-то говорит, и они спешно сворачивают в ближайший ресторан. И рукопожатием заключают устный контракт. И через некоторое время он просто становится агентом ФБР, Федерального бюро расследования, под кличкой Бурбон. Бурбон, Топхед, Дональд, Спектр, ФБР и ЦРУ дали Полякову множество прозвищ. Он стал контрагентом высшей категории. На профессиональном сланге таких шпионов называют кротами. Он свой, занимает высокое положение в Главном разведывательном управлении Генштаба. А значит, знает работу советской разведки изнутри и имеет доступ к самым засекреченным документам. Когда ЦРУ вдруг поняла, что этот кладезь информации, этот вездеход впустую растрачивает свое ограниченное время пребывания в Соединенных Штатах, и они обратились к президенту Кеннеди с просьбой передать им на связь. Кеннеди тут же поднял трубку, позвонил Эдгару Гойеру, тот возражать не стал, и передали его на связь с Центральному разведуправлению. Летом 1962 года подполковник Поляков вернулся в Москву и тут же получил должность старшего офицера третьего управления ГРУ. Его фактически поставили следить за деятельностью советских разведчиков в Нью-Йорке и Вашингтоне. Играть в шпионов – это вообще дело неблагодарное. Шпионов, предатели, потому что симпатии зрителей всегда будут на стороне положительных героев. Актер Борис Клюев сыграл одного из самых ярких шпионов ЦРУ в истории советского кино. В телефильме «ТАСС» уполномочен заявить, его персонаж – сотрудник МИДа. Он же резидент под оперативным псевдонимом «Трианон». Как говорят настоящие разведчики, шпион должен быть никакой, он должен быть незаметный. Он должен быть незаметный. Но, конечно, в картине, в фильме это все имело другой смысл. И мы умышленно на это шли, потому что было очень много претендентов на эту роль, выбрали меня. Ну, значит, в общем-то, хотели вот именно, чтобы он такой и был. Он действительно был неожиданный, он был интеллигентный, мягкий. По крайней мере, я пытался его таким делать. В фильме показана технология передачи информации. Примерно так же это выглядело и в случае с реальным шпионом. После возвращения в Москву в сентябре 1962 года в парке имени Горького контрагент Поляков заложил первый тайник. Непроявленную пленку в кассете, предварительно облепив ее пластилином и обваляв кирпичной крошки. Посидел еще несколько минут, встал, свернул газету и ушел, как ни в чем не бывало. Очень скоро в газете «Нью-Йорк Таймс» в разделе объявлений появилось короткое зашифрованное сообщение. Американцы получили контейнер. Он передал американцам телефонный справочник генерального штаба, что он передал американцам подписку журнала «Военная мысль». Она в то время была для служебного пользования. Подписчикам отправлял закрытый конверт, но он передавал сведения о разведчиках, которые направляются за границу. В 1973 году Дмитрий Поляков прибывает в Индию. Здесь его подрывная деятельность едва не оборачивается катастрофой для СССР. Резидент выдал имена четырех американских офицеров, завербованных ГРУ. А также передал фотопленки документов, рисующих картину реальных политических отношений Китая и Советского Союза. Эти документы оказали огромное влияние на внешнюю политику США. Благодаря им аналитики ЦРУ сделали вывод. Между Советским Союзом и Китаем нет никакой дружбы. В 1972 году американцы наладили отношения с Мао Цзэдуном. И Китай из возможного союзника СССР превратился в его вероятного противника. Если бы не Поляков, возможно, вся история пошла бы по другому пути. Американцы давали Полякову подробные инструкции. Каждый раз, возвращаясь из командировок в Москву, агент раздавал подарки сослуживцам. Самые дорогостоящие презенты он вручал начальству ГРУ. ЦРУшники называли их «сувениры роста». Для того, чтобы легче без задержек или спокойно, без напряжения получить звание генерала-майора, Поляков вручил Изотову серебряный сервиз на 12 персон. Представляете, я думаю, что на грузовике его привезли, этот сервиз. Конечно, не за собственные деньги купленные, а за деньги ЦРУ. И тогда уже генерал Поляков сдавал все новых и новых советских агентов. Многие рассекреченные разведчики попали в тюрьмы, кому-то удалось бежать. Особенно тяжело пришлось нелегалам. Достоверно известна судьба только одной разведчики. Это Мария Дмитриевна Доброва. Женщина, которая еще в 1937 году принимала участие в гражданской войне в Испании. Прожила всю Ленинградскую блокаду. В Америке сотрудница ГРУ Мария Доброва работала под прикрытием хозяйки косметического салона. Ее посещали высокопоставленные политики и военные США. Поляков выдал Доброву одной из первых. Эта женщина выдана Поляковым. В момент ареста она предпочла покончить жизнь в убийство. Поляков выдал американцам 19 советских разведчиков-нелегалов. И раскрыл принадлежность ГРУ и КГБ около полутора тысяч действующих офицеров. Возникает вопрос, неужели никто не подозревал его в шпионаже? Однажды кто-то из сотрудников высказал сомнения в отношении Полякова. Но один из заместителей председателя КГБ отрезал. Генерал разведки шпионом быть не может. Полякова было крайне сложно заподозрить. Фронтовик, заслуженный генерал. Жил скромно, денег не тратил. Как можно определить, если человек живет на те средства, которые у него есть? У него дача государственная, машина небольшая. Обычно там Волги используют. У него была обычная победа. Однако историки спецслужб рассказывают, что было несколько моментов, когда руководство ГРУ должно было насторожиться. Главное разведуправление сумело завербовать некоего Роберта Хансона. В то время сотрудник Нью-Йоркского отделения ФБР, который немного немало сдал Полякова. Понимаете, сказал, что этот человек работает на Соединенные Штаты. Но советские спецслужбы решили, что это подстава. Были и другие предупреждения. В 79-м году был создан специальный центр парапсихологии при ГРУ Генштаба СССР, который мог на расстоянии внедряться в сознание человека и определять. Когда парапсихологам контрразведчики обратились, они не поверили своим ушам. Потому что предателем контрразведчики назвали генерала-майора ГРУ Дмитрия Полякова. Американцы создали свою формулу вербовки – майс. Ее название образовано первыми буквами слов «деньги», «идеология», «компромат» и «тщеславие». Но что из этих составляющих заставило предать Полякова? Деньги? Следователи удивились, что Дмитрий Поляков за всю свою жизнь, за 25 лет предательства, заработал всего 72 тысячи долларов. Однако есть свидетельства, что заядлому рыбаку и охотнику Полякову ЦРУ делало роскошные подарки. Я думаю, что за 25 лет работы на ФБР, а потом на ЦРУ, Дмитрий Поляков получил в итоге сумму, которая далеко зашкаливает за 5 миллиардов долларов. С другой стороны, не исключено, что Дмитрий Поляков не смог простить советским спецслужбам смерти сына. Советские представители считали, что лучше оказывать ему медицинскую помощь в наших медучреждениях, а не в американском госпитале. Но как бы то ни было, это было воспринято именно как отказ помочь устроить ребёнка в платную клинику. Но только ли смерть сына подтолкнула советского разведчика на предательство? У него были репрессированные дедушка с бабушкой, обида на советскую власть копилась, и репрессированный отец. И вот этот кодекс строительства коммунизма для него был, ну, как красная тряпка для быка. Генерал-майор Дмитрий Поляков благополучно дожил до пенсии. Но его всё-таки вычислили. По одной из версий, в 1985 году его сдал кадровый сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, завербованный КГБ. По другой, его засветил американский журналист, неосторожно упомянув в своей статье. Так или иначе, развязка наступила. 15 марта 1988 года предатель Родины расстрелян. Примечательно, что официальная информация об исполнении приговора появилась в советской печати лишь в 1990 году. Интересно, что помиловать Полякова просил лично американский президент Рональд Рейган. Это произошло в мае 1988 года, во время его встречи с Михаилом Горбачёвым. Американская сторона предлагала за бывшего генерала целых пять любых советских шпионов. Но Горбачёв ответил просто. Человек, о котором вы говорите, уже мёртв.